вот я включил запись мы вступление успели пройти до или успели куплет зацепить если вдруг кто-то говорит то я кого-то не слышу потому что всех звук выключен он был первый куплет 0 неуверенно поскольку я двоечник мне кажется только вступление помыть успели пройти нет этого не было ну ладно давайте хорошо давайте с куплета вероятно что мы вступление успели пройти я помню что там было много всего и мы немножко несмотря на то что вроде быстро но немножко завозились давайте я чуть-чуть наиграю просто вступление вспомнить его да вот до сюда вот все вспомнил вот до сюда мы дошли 3 4 3 4 5 6 когда земли и дальше снова начинается новый так мы точно это не проходили это проходили проходили отлично где остановились не помнишь не не помню потому что я недоизучал к сожалению но можно запишем чески посмотреть запись конечно вот это мы проходили да все я вспомнил да мы прошли куплет и дальше мы остановились на том чтобы всякие там спецэффектики но разные различия между тем что у нас было в первом и и в остальных куплетах да все вспомнил так значит значит и 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 смотрите дальше значит какие какие есть тут вот мы сыграли этот куплет хочется какого-нибудь развития развития вот такой ход довольно часто его можно встретить время нори и собственно я его потому что часто встречал потому и сюда лишь упрямись на подходит на струне да это это то же самое три четыре пять шесть струи смотрите как здесь получается сейчас все влезало на правую руку правая рука играет наш вот этот рисунок да здесь фишка в том что какие вещи акцентируются раз два три четыре пять шесть раз два три четыре пять шесть да вот это мне здесь нужно уйти от немножко отодвинуть трухановские акценты в сторону и дать свои акценты у меня мои акценты ну соответственно должен быть бас выделен и по хочу получить мелодию вот этот хроматический ход ре ре диез э ре до диез до си по второй струне раз два три четыре смотрите в принципе я по инерции ставлю ре минор как положено но в общем то первая струна вот повода на струи это еще ну то есть эта нота фа она входит в мелодию поэтому и можно сыграть а дальше в принципе безболезненно можно убрать указательный палец с первой струны первых странах играть больше не будет три четыре пять шесть и и значит и со струнится да и это берется бас и щипком по первой струне потом заглушка помните нас было так был вариант когда заглушка легкая совсем да просто намекнуть чтобы она ничего не глушила да вот это все продолжает звучать заглушка легенькая акценты на мелодию а все остальное совсем прямо тишим да бас и щипком легкая заглушка теперь 4 5 6 у нас который щипок бас щипок да теперь щипок будет по второй струне бас можно оставить тоже по четвертый стоп я там меняю вас и ставлю вот этот фа бас фа будет с рейли с до диезом бас фа будет с рейли с до диезом бас фа будет с рейли с до диезом ну я вот здесь я просто сейчас пытаюсь как я играю обычно в обычном режиме ничего не придумаю и я здесь использую басы такие раз два три четыре вот этот фа который помните как показывал что его можно взять только большим пальцем либо вот так изгаляться но вот поэтому вот этот фа опциональный нет на 1 до его не заменишь просто пальцы нужны на ля да поехали сейчас давайте разберем значит раз два три четыре пять шесть пять шесть дальше раз два ну вот давайте здесь сделаем ля чтобы не нужно было вот этого зажимать значит ля и у нас получается аккорд как ля мажор из-за того что мы вот этот хроматический ход и он тоже делается раз два три опять легкая заглушка два три я сейчас ее утрировал чтобы показать что она не глушит голосовые струны два два три и убираем безымянный палец и остается четыре пять шесть а в окна струны сиреневый свет свет это у нас ми мажор и мелодия дальше пойдет поэтому ми мажор берем щипок так чтобы была слышна первая струна вот слышите когда мелодия высвечивается сейчас я еще раз медленно проиграю и разберем что там в деталях в принципе у нас это было на прошлом занятии поэтому так быстренько разберем ми мажор бас значит раз два три в этих шесть восьмых раз два три четыре пять шесть ми ми раз два три четыре это ре на второй струне четыре пять четыре это ре пять второй бас шесть первая струна здесь мы тоже акцентируем чтобы получить вот эту мелодию и дальше будет раз уже на ля мажоре значит здесь у нас вот видите в отличие от стандартных которые мы выделяем раз два три четыре пять шесть у нас здесь будет раз два три четыре пять шесть чтобы получить вот этот красивый та та штучка раз два три четыре пять шесть раз два три четыре пять шесть в следующем ля мажоре то же самое значит ля мажор четыре раз два три четыре на раз у нас идет пять и пятая струна и вторая струна раз два три опять заглушка которая ничего не заглушает а сделает только эмуляцию ударников да раз пятая со второй раз два три четыре ага о подарок от Zoom заканчивается время мы убрали ограничение в сорок минут спасибо за подарок отлично значит там прерываться не придется раз поехали раз два три четыре это уже третья струна четыре пять второй бас лучше на шестой взять чтобы было по бацавике значит счет четыре третья струна а пять бас на шестой шесть тоже третья струна но уже не а а7 просто убираем средний палец получается как в прошлый раз да у нас выделены один четыре шесть внезапно еще раз медленно раз два три четыре пять шесть и дальше соль мино приятный как как удобнее есть контакт там виталий там зависело периодически ты можешь еще рассказать какие там Да, значит, ля мажор, на счет раз, бас и вторая струна. Я сейчас пока играл, заметил, что я там все-таки делаю такой щипок двумя пальцами, то есть третью тоже щипаю. Но мелодия основная, это вторая струна, поэтому она точно должна прозвучать ярче. Раз, два, три, заглушка, которая только звук делает и ничего не глушит. Раз, два, три, четыре, третья струна, четыре, на пять бас, пять, и на шесть убираем средний палец и берем опять третью струну, соль, шесть. А дальше будет раз, это соль минор, и там будет щипок, бас с полным щипком. Вот смотрите, я сейчас проиграю, как это все вместе звучит этот. Вот как эта конструкция звучит. Есть? Деталик, у тебя что-то с интернет сегодня какой-то не тянет. Даже картинка стала маленькая. Пишет прямо. Йоу, слушайте, ну я даже не знаю, что я могу делать, у меня тут... Прямо вот все прерывается. Да. И изображение, и звук. Блин. У меня даже картинка стала твоя совсем маленькая, потому что написано, что у тебя интернет. Ой-ой-ой. Что даже картинку не может передавать. Слушай, я даже не знаю, что делать, но это, блин, это дано. Сейчас, сейчас тоже все плохо. Сейчас плохо все или немножко хоть слышно? Алло. Плохо. 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 Все плохо? Включить его через точку доступа. Ну, где? Все еще плохо, да? Ну, да. Слушай, ну, сейчас попробую. Теперь подключить. Так, раз, два, три, четыре, пять, получше стало. Нет. Так. Все равно не получше. Нет, не меняется ничего. У меня появилась картинка побольше, опять твоя. Ну, все равно какая-то расплывчатая, но, по крайней мере, большая. Ну, так, ну ладно, значит, может, сейчас наладится, он подхватился, в принципе, с этой, с мобильной. Ты обычно такой достаточно четкий, а сегодня какой-то весь расплывчатый. Ну, это, наверное, это, наверное, из-за того, что устал. Ну, так, ну, получше становится? Ну, вроде бы, ничего сейчас видно. Ну, ладно. Ладно, буду меньше двигаться, больше руками показывать. Так. Значит, мы добрались до. До этого соль минора. Значит, можно его взять по-человечески, а можно, как я, не по-человечески. Значит, соль минор. Ну, я покажу такой вариант, который я привык. Имейте в виду, что здесь никто не запрещает взять, как привычный. Хоть и вот так. Значит, смысл, давайте я покажу на таком случае. Раз. То есть бас со щипком. Раз, два, три. А на 4, 5, 6 меняем на G, что там? G6. Gm6. То есть соль минор. Раз, два, три. Вườь. Завomina. Процесс. Я беру на 4 полный щипок. В bus. По идее, на 6 должна быть заглушка. Я вместо этой заглушки беру очень-очень легкий щипок. Вот так. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. И значит, в следующем мы выходим на аксид и подыгрываем себе мелодию 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот просто вот так вот в тупую, отменяя всю правую руку Трухановскую, 1, 2, 3, 4, 5, 6, мелодия по вот этим вот нотам. Соль, по первой струне соль, фа, ми, и дальше будет фа, но вместе уже с ле минором. Да, значит, получается такая штука. А, вот видите, я вам показал ровно вот так вот сыграно, та-та-та-та-та, одинаковые длительности восьмушки, да, а иногда себе позволяющие вот такие штуки. Это, как, как, Юль, придумаешь, как это получше разбить? Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Да, и там получается шестнадцатая, шестнадцатая, да, шестнадцатая, потом восьмая с точкой, она переходит лига на следующую восьмую с точкой и три шестнадцатых. Вот как-то так, да, ну, надо там посчитать точно. Юль, если ты запишешь, посчитай, ладно, чтобы там все подлительно совпало. Вот, ну, смотрите, это больше не столько ноты, сколько вот чутье, да. Та-та-та-та-та-та, как вот поется вслед за пением. И то же самое, что у нас было. Звенит за окном. Это у нас уже было во вступлении, это тре-минор. Луна, луна, потихоньку. Так, еще маленький момент. Здесь. Иногда можно подпевать себе второй голос, подыгрывая вот это. Звенись, че-то, звенись за окном. Вот это вот подпевать. Сейчас. Вот что получится. Такими терциями, ну, получится, что вот эта терция будет, только одно будет сыграно, а другое спето. Да, мы здесь играем. А сами поем. Звенись за окном. Звенись за окном. И получается. Звенись за окном. Очень красивый такой эффект. Поэтому можно иногда здесь вот перепрыгнуть на второй голос. Гитара сыграет первый, и вместе будет очень прикольно звучать. Слышится сиреневый свет. На хвою ложится серебряный снег. Слышно, да? Звенись за окном. Звенись за окном. Звенись за окном. Звенись за окном. И словно снег. Раз, два. И словно снег. Это просто полностью по-трухановски проигранный рэ минорный такт. Звенись за окном. Луна, поти. А дальше учитывается хоньку. Д7 с басом F. Я его играю с большим пальцем. Ну, если хотите, можете его вот таким макаром взять. Потихоньку. И снега встан. Значит, басы только меняются. 4, 6, 4. 6, 4. Да, вот так вот. Потихоньку. И снега встан. Насколько здесь тактов получается? Два такта проигрывается вот эта вот штука. Д7. Потихоньку. Второй. И снега встает. А дальше начинается тоже наточенный мною откуда-то. Не знаю откуда, но это очень много где используется. Такой вот тоже этот самый хроматический ход. И он играется поверх соль минора. Вот, значит, если хватит что-то такое придумать, чтобы вот так, как бы с большим пальцем, чтобы удержать басовую струну, то будет хорошо. Вот, я на самом деле заметил, что здесь бас не так важен, как этот ход, поэтому позволяю себе вот так вот сыграть. Беру соль минор вот с такой позиции, то есть эти пальцы заранее ставлю на то, чтобы играть хроматический ход. Вот, один раз беру бас, держу его сколько можно, чтобы он плавно перетек в следующее. А в Донском монастыре. Так что тут, в общем, короче, оттуда похоже. Такты такие, первый такт в этом цикле, в этом хроматическом ходу, это бас. И поехали, бас. Один, два, три. Один, два, три, да, то есть это, я имею в виду струги, первая, вторая, третья, первая, вторая, третья. И следующий такт тоже. Первая, вторая, третья, первая, вторая, третья. Север, старый. А последняя тройка во втором этом такте, сейчас будет немножко другая, там будет Т. Значит, два такта. Первый такт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Второй такт. Раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть. Четыре это значит бас, до и вот такое арпеджио. Большим пальцем я играю. До первой струны, чтобы явно первая струна прозвучала. Это четыре, а пять, шесть это буквально вторая, третья струна, тихо, доиграя. Дальше как все, как было во вступлении у нас. У нас, может, разбирали в прошлый раз. Жонтый цыпленка, панелька пойдет. То же самое, что у нас и было. Не будем на этом останавливаться. Это можно в прошлом видео посмотреть. А что вы хотите? Хороший сны, да, в следующий куплет? Вот мне там показалось, было бы интересно сделать такую штуку. Смотрите, тот же самый хроматический ход, но чуть-чуть на более высоких нотах. Вот такая вот зима. А что? Зима и сны, а что? А что вы хотите? Это все то же самое? Три, четыре, пять, шесть. А что вы хотите? Хорошие сны. У меня подвесла картинка. Не знаю, только ли у меня. Но вот я пропустил последний хроматический ход. У всех. У всех, повисло. Можно еще раз повторить? Вот какой? Вот этот? Вот этот? Она все равно висит. Ну, который на более высоких нотах. А, на более высоких нотах. Да, давайте сейчас. Я как раз его еще... Блин. Так, видно сейчас нормально? Нет, висит. Опять маленькая картинка тоже самая. А теперь отвисла. Давай еще раз попробуем. Давайте еще раз, блин. Значит, а что вы ха, это то же самое, что у нас было. Три, четыре, пять, шесть. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На самом деле, в правой руке играется очень легко. Бас шестой. И струны. Третья, вторая, первая. Одновременно, значит, бас с третьей струной. Раз, два, три. Дальше меняем пальцы. То есть нам нужно по третьей струне вот такую штуку проделать. Ре, до, дес, до, си. Да, мы, соответственно, играем вот таким позициями. Вот одна, вторая, третья, как D. И четвертая, сдвигаем указательный палец, как D со сдвинутым. Да? И меняем басы. Раз, два, три. Поменяли пальцы. Теперь бас у нас будет пятый. Раз, два, три. Еще сдвинули пальцы. Бас опять четвертый. Раз, два, три. И меняем бас, и сдвигаем палец. Раз, два, три. Красиво, да? Видно было, не висело? Было видно, да. Только я не очень понял. Значит, у нас хроматический ход идет по третьей струне. Да. То есть участвуют не басы, а участвуют в этот перебор 3-2-1. И при этом 3 надо, что ли, сильнее дергаться, чтобы она выделялась. Да, да. Она, поскольку она идет вместе с басом, ты ее и выделяешь. Здесь, смотри, все сии доли идут на. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Все, вроде понятно. Ага. А что вы хотите, хотите, хорошие сны. Значит, раз уж... Скажи, пожалуйста, аккорды. Вот первый, второй, я поняла вот это, то, что у тебя сейчас стоит. Это и следующее, я поняла. А вот дальше. А я даже не знаю, как его назвать. Это просто, мне нужно... Смотри, мне просто нужно переместить указатель палец сюда, ну, зажать вот здесь вот. Да? Я не не буду... Я просто пытаюсь нарисовать. Это какой лад на какой раз-два. Это, смотри, аппликатура, как аккорд D, только взятый на пятом ладу. В общем, нарисуй на пятом ладу аппликтуру D, а в следующем просто сдвинь вот эту вот третью струну на четвертый лад. Давайте я еще раз медленно проиграю, пока там видео видно. Не могу считать. А? Не могу считать. Так, давай я тебе покажу сейчас вот так вот поближе к камере. Указатель палец сегодня стоит на пятом ладу первой струнной. Не, вот смотрите. Смотрите, с этого начинаем. Подождите, смотрите. Видно сейчас? Нет, с этими двумя ясно. Первый и второй я сообразила, а вот дальше... Смотри, что дальше. Так. Кто из них на пятом? На пятом вот эти два. Да, указательный. Да. Третий и первый на пятом. Безымянный остается на месте. У нас безымянный палец вообще дальше остается на месте. И последнее действие. Смотри, Юль. Да. А, вот. По третьей струне он ушел на четвертую. Нет, на третью. Да. На третьей. На... Нет, на четвертой. Ты права, на четвертой. Четвертой. Ага. Да. Все есть? Да. Да. Ага. И не забудь, что басы меняются. На первую и на четвертую долю мы берем разные басы. Здесь у нас мы уходим от Трухановского рисунка. У нас получается, ну, как типа три четверти. Да, ну, шесть восьмых, но они бьются ровненько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И бас на раз, на четыре. Соответственно, бас. То четвертая, то пятая струна. Четвертая, пятая. Ну, рай минор, обычный. Значит, дальше у нас получается... Секунду. Скажи, пожалуйста, ты берешь всегда с басом вместе третью струну, да, Юлька? Да, конечно, да. То есть басом вместе третью, а потом раз, два, три, да, первая, вторая, третья? Да, 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 именно так. Так, дальше вот смотрите тоже. Значит, дальше переходим опять на обычный Трухановский рисунок этих шести восьмых. На этот раз у нас аккорд Е7, но на третьем ладу. Как он здесь берется, в принципе, догадаться легко, поскольку вот это у нас был Дэси. Вы там пишете, да? А то я дальше уже показываю. Смотрите, мы переходим в Е7, который у нас там должен быть, но Е7 мы возьмем тоже в более высокой позиции. То есть вот у нас был Дэси, Дэс, Е. Да, просто сдвигаем его на два лада. Логично, да, что если Дэси взглянуть на два лада вперед, к Дэке, то получится Е7. И поехали. Значит, здесь у нас берется бас вместе с очипком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Четыре, пять, шесть. Значит, но остальные все щипки я беру по второй и третий струнам, чтобы вот эта нота осталась звучать на фоне, неизменяемая. Вот такая штука. И второй бас, который я использую, это бас, вот этот Соль диез. Я его беру большим пальцем, но смотрите, можно поменять аппликатуру на вот такую, и тогда у вас будет целый неприличный средний палец и такой характерный жест, мой любимый аккорд. Ну, по его форме он прямо вот вообще отражает часто внутреннее состояние отношения к человечеству. Прямо вот, видите, легко запоминается, зато. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И переходим на А7. Но в таком варианте. То есть, смотрите, мы как бы продолжаем эти хроматические ходы. Вот. А7. Значит, раз, два, три. Играется, как и было. Четыре, пять, шесть. Четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А вот вторая половинка этого такта, то, что мы уже делали, помните? До этого. Четыре, пять, шесть. То, что у нас было в прошлом, в прошлом куплете. У нас только было там... Вот такая конструкция, а тут у нас первый раз, два, три, будет вот это. И дальше поехали. Четыре, четыре, пять, шесть. Все то же самое. Да, 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 да. Вот. И осталось там последний куплет. Ну что это? Хо, лад. Иногда я тут вот такую штуку играю, то есть этот холод на землю упал, более напряженный. Хочется уже без высоких нот, да. Мы из доброго сна, из доброй сказки перешли... Сон сменился на чуть более тревожный. Поэтому я опять повторяю этот хроматический ход на обычном раме миноре. Но только на этот раз все через первую струну. Смотрите. Раз, два, три. То есть ход у нас идет по второй струне, поэтому бас вместе со второй струной. И дальше третья, первая. Подставляем палец. Опять вторая, третья, первая. И опять вместе с басом. Да, у нас бас меняется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше самое трудное будет, потому что нужно указательный палец положить на вот такой полу-барено две струны. У нас на землю. Да. Да. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Дальше вот это полу-баре. Раз, два, три. И открываем ноту Си. Опускаем палец на первую струну. Четыре, пять, шесть. Есть компакт, что здесь, да? Да. На землю упал. Дальше все то же самое. И небо погасло, как синий кристалл, то желтый цепленок, что в небе гулял. Все то же самое. Все белые звезды, как зерно склевал. И вот только в конце на повторе. То желтый цепленок, я здесь просто играю то, что мы проходили на вступлении, просто подыгрываю себе. То желтый цепленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерно склевал. Просто вот кусок вступления, самая трудная, наверное, часть, потому что здесь надо, ну, этого можно не делать, да? Просто красивее так звучит, на повторе. То желтый цепленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерно склевал. Вот. И все. То есть просто подыгрываем вступление и под него поем вторую, ну, последнюю строчку плета. И заключение. Вот мы пришли к этому склевал. Пришли в этот тре минор, и только берем щипок без первой струны, то есть четвертая, третья, вторая. Э, стоп! Склевал. Извините, наврал. Только бас берем. Склевал. Это бас только. И поехали. Вторая. Открытая первая. Закрытая первая. Мизинцем соль. Мизинцем ля. И... Как вот там? Это тоже получается даже не ре минор. Хотя по идее это типа тоника, но в реальности... Давайте так запишем его. Д на десятом ладу. С басом... С басом 4-H. И просто арпеджио. То есть как мы зажимаем вот этот рэ, да? Труб мы его зажмем средним пальцем, а к нему еще доложим указательный палец, так чтобы он на четвертую трубу лег. Как хотите, в общем, вот можно брать. А кто там... Кто на десятом ладу идет? Ре. Нет, ре на десятом, но бас... Получается на девятом. А аккорд сам от девятого лада. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, не ошибся. Что это? Где тебе? А? То есть пальцем на девятом ладу. Только указательный на четвертой струне. Смотри, сам Д у нас на десятом зажимается. Три струны на десятом. Плюс бас. Но я хочу придать немножко волшебства и превратить его вот в такую штуку. Поэтому я зажимаю десятый лад три струны средним пальцем, докладываю указательный, так чтобы он на девятом зажел четвертую струну. И получается вот это волшебство. Вот. Вот. Совсем-таки крошьи нюансы. Это вот от Ленин. Да, да. Судя по всему играет. Там Миша играет или ты играет? Ой, это я извиняюсь. Правильно? Правильно. Как раз хотел сказать, что правильно, да. Да, я забыла выключить звук. Слышите вот эти маленькие подъезды такие, глиссандры маленькие? Вот. Оно звучит красиво. Это делается, что называется, от Ленин. Просто лень палец поднимать, и я его перетаскиваю по струне на свою позицию. И получается такие красивые призвуки. Вот. Традиционная просьба, можно ли целиком медленно проиграть всю песню? Вообще все. Ну да, чтобы был какой-то образец, который можно посмотреть целиком, как все должно выглядеть. Ну, давай я попробую, я буду без пения. Значит, со вступления, да? Когда зимней, когда зимней, я буду без пения, я буду без пения. Субтитры сделал DimaTorzok Я просто пропел ради терции. Субтитры сделал DimaTorzok Еще раз, еще раз, что вы хотите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все белые звезды, как зерна склевал, То желтый цепь труда... Ну вот, так... С каким-то разумным минимумом ошибок вроде получилось. Ну, понятно будет, да, из-за этого, что там где там... Спасибо, да. Ну вот, да, вот, в общем, вот такую вот... Я родил типа аранжировку, хотя, скорее, наверное, даже не аранжировку, а книжка-раскраска. Ну, по-моему, это гораздо красивее, чем Крыловский... Ну, что это такое? Ну, что это такое? Ну, короче, вот... В общем, вот, как по мне, это гораздо красивее звучит, чем оригинал. Вот. Все, давайте... Тем больше я на это все смотрю, тем больше понимаю, что правильное и качественное пение решает гораздо больше, чем красивая компаниями. Ну, слушай, если сыграть красиво, а в пении промахнуться, как я обычно делаю, тоже получается. Слушай, ну, она тренирует, ну, как, знаешь, из меня тоже вокалист, блин, как из говна пуля. У нас Татьяна Анатольевна петь умеет, я так... Вот. В общем, то, что я занимался, мне это прямым текстом преподаватели говорили вокалы, и, в общем-то, это так и есть, что голос — это такой же инструмент, то есть им тоже нужно просто учиться владеть. Вот. Так что... Ну, да, это как бы все рука об рука идет, это все вместе идет. Но ты знаешь, в самом деле, как это... Слушатель много простит, если ты расскажешь историю. Это уже дела не гитарные, это дела скорее театральные. То, чем вот мы Сережа Рубашкиным занимаются. Вот, ребят сейчас параллельно беседку поют. В украинском интернете. Мы с Танюхой не участвуем, потому что вообще сиди до того чуть-чуть. Но вот эти вот театральные дела, эти все игры, вот они много решают и ими, в принципе... То есть тебе ошибки простятся, если ты людям рассказываешь про них историю. Ну, про себя и про них, вот. Так что, смотри, можно... Ну, как сказать... Это не замена голосу, не замена аккомпанементу. Но это, как бы, еще один пласт, который дает прям вот очень много. Я бы так сказал. Понятно, спасибо. Да нет за что. Да, в принципе, вот эту песню даже если сейчас можно... Давайте я просто... Что-то я больше не в силах уже. В последние дни за все. Можем попробовать, знаете, сейчас просто, если интересно, по-быстрому попробовать посмотреть на текст поближе и придумать историю, которую можно было бы рассказать. Ну, вот я сейчас попробую просто на ваших глазах, если хотите, придумать такую историю. Ну, как бы, на этом можно будет посмотреть, как, в принципе, я вот с песней работаю. Интересно? Да? Ну, конечно. Сейчас... Пенсионер уже немножко заморозил. Вот, смотрите. Я сейчас буду делать то, чему нас учил Юлевич Лорес, потом, чему нас учил Сережа Рубашкин, и потом все это с моими самыми вариациями. Понятно, что это все проходит через человека, да, и какие-то там свои превратает черты. Так, а есть у вас сейчас... Откройте текст, чтобы у нас был перед глазами. Я тоже сейчас себе открою эту зимнюю сказку. Вот. Основная фишка... Дайте сейчас открою, потом скажу. Вот он, Сергей Крылов, «Землю сказка». В общем, смотрите, идея этой штуки такая. Любой текст выдерживает определенное количество трактовок, да. То есть текстом можно рассказать... Кого им это пример привести? Ну, не знаю, как казнить нельзя помиловать. Да, вот где поставишь запятую, и прозвучит предложение по-разному. То же самое и с текстом. Казалось бы, одни и те же слова, но их можно... На них можно посмотреть немножко по-разному. Скажем, вот этот текст. Можно... То есть первое, что приходит в голову, такой самый-самый такой пласт, это просто абстрактно описываем какую-то абстрактную зиму. Вот. Но в этом нет никакой истории. И... Ну, если просто описывать зиму, как получится, ну, что люди? Зимой, что ли, не видели? А что ты будешь про сугробы говорить? Про сосульки ветерзни из окна? Ну, это все видели. Вопрос встает, что в этом для тебя конкретно такого? То есть что ты... Что бы ты хотел этим текстом сказать? И вот смотрите, дальше можно придумать какую-нибудь историю. Например, я говорю себе... А сейчас я сижу рядом с любимым человеком. Вот мы сидим, мы готовимся встречать Новый год на двоих. И вот такая романтика, да? И мы вдруг понимаем, что это романтика для нас двоих. И я и рассказываю о своих чувствах, да? Когда зимний вечер снёт тихим сном, сосульком ветер звенит за окном. Луна потихоньку, и снега встает и жёлтым цыплёнком по небу идёт, да? Можно... Этими словами можно сказать... Вот как бы, да? Там тяжело бывает впрямую сказать человеку, признаться в своих чувствах, да? Я, как пример, сейчас просто набрасываю, да? И я это делаю таким вот словами. Пытаюсь, да, как-то сказать, посмотри, какая прекрасная зима, сколько в этом снеге, любви, сколько любви в этих сосульком. Посмотри на эту прекрасную луну, которая как бы обнимает своим светом всю землю, да? Понятно, что я говорю эти слова, а имею в виду, что я бы хотел обнять тебя, что я... я хочу обнять тебя так же, как луна обнимает землю, и хочу, чтобы там... мои поцелуи осветили тебя так же, как луна освещает этот снег, да? Понимаете, да? О чём речь? И вот тогда этот текст приобретает совсем другой оттенок. Когда ты это говоришь любимому человеку, это совсем другое. Теперь мы выходим к слушателям, сейчас продолжим разбирать песню, сейчас можно посмотреть, что там ещё можно... можно выдумать, да, в это дело. Вот. Я выхожу к слушателю, и у меня есть два варианта, как действовать. Я могу, во-первых, я могу слушателям назначить своей, так сказать, любимой женой, да? То есть для меня все вот эти зрители, это как бы, ну, в этой истории, которую я сейчас сходу придумываю, все эти слушатели, это вот такая визуализация она. Я с ними говорю, как говорил бы с ней, да? Я тебя люблю, вот тебя, всех вас, да? И вся эта история делается через зрителей. Либо ещё можно немножко обыграть. Можно, например, придумать себе, что эта история там закончилась хорошо или плохо, да? И тогда твой зритель становится твоим другом, и ты ему рассказываешь, как мне было с ней, да? Мне даже, честно говоря, вот эта вторая история нравится больше, потому что здесь есть такая трагедия небольшая. Вот. Это всегда очень... Если смотреть на это всё уже не с такой вот эмоциональной, а с технической точки зрения, обычно контрасты и трагедии звучат намного выигрышнее. Да и, честно говоря, часто бывает для себя приятнее поговорить о вещах каких-то для себя тяжёлых, но, что называется, изоповым языком, да? Не в прямой, а вот так. Потому что, смотрите, в тексте в конце «Жёлтый цыплёнок, чтобы не обегулял, все белые звёзды, как зёрна склевал». Это можно сделать грусть, да? Что любовь у нас закончилась, к сожалению, но посмотрите, какое прекрасное тепло всё равно осталось в душе, да? И как бы дать слушателям посыл, что ты хочешь сказать всей этой истории, что даже несмотря на то, что любовь бывает так плохо заканчивается, а вы всё равно любите. Видите, даже если это не приведёт к какому-то там союзу, эти чувства не будут взаимные, но у вас это чувство будет, вы-то почувствуете, что такое любовь, а это ценно само по себе. Да? И вот всю вот эту зимнюю сказку, всю вот эту историю, видите, она сразу начинает звучать по-другому, да? И весь этот рассказ можно прямо вот выстроить, да? Первый, первый куплет. Ты когда-то говоришь, обращаешься к зрителю, как к своему такому большому другу. Вот мы с ней сидели, представляешь, мы с ней встречали Новый год. Это был прекрасный Новый год, когда зимний вечер уснёт тихим сном, с сосульками ветер сменит за окном. Луна потихоньку из снега встаёт, и жёлтым цыплёнком по небу идёт. Ты не представляешься, я смотрел на эту Луну, и я видел в этом Луне, в этой снеге, в этой зиме отражение нас с ней. А в окна струится сиреневый свет, на хвою ложится серебряный снег, и словно снежинки в ночной тишине хорошие сны прилетают ко мне. И у меня было ощущение, что я сплю, что я, что это происходит как во сне, но это прохлево достаточно, я до сих пор даже не верю, что это было. А что вы хотите хорошие сны? Вы мне расскажите о тропах лесных, где всё словно в сказке, где сказка, сама красавица, русская бродит зима, да? Ну, так, пик вот этого рассказа, да? Мне казалось, что всё, что это будет наше будущее, посмотри, какая она прекрасна, да? Тут можно просто о ней рассказать, какая она была хорошая, да? И все эти тропы лесные, это сразу становится, там, её прекрасные волосы падали, рассыпались по плечам, да? Ты бы видел, как она держала, как она протягивала руку в бокал, в этом движении было там, не знаю, движение самой природы, да? Придумать. Но что это? Холод на землю упал, не срослось, и небо погасло, как синий кристалл, то жёлтый цыплёнок, что в небе гулял, все белые звёзды, как зёрна склевал, да? К сожалению, видишь, всё закончилось не так хорошо, но поскольку там музыка светлая и слова, в общем-то, светлые, то вот эта вот печаль, она тоже останется такой светлой, да? Посмотрите, вот из текста просто на ходу придумана история, которая уже как бы совсем о другом, хотя, ну, вы видите, что её можно рассказать этими же словами. Вот. Миш, это отвечаю на твой вопрос. Если ты вот рассказываешь историю, если ты что-то такое создал, ну, например, я просто, я, как сказать, исповедую этот метод, потому что я в нём, в общем, вырос, я ему хорошо научили, я его вообще постоянно практикую, поэтому мне это близко. Естественно, есть другие способы работы с текстом, ну, я предлагаю этот, поскольку я говорю, я его знаю, я сам этим пользуюсь. Вот когда я беру какую-то песню в репертуар, я её примерно так прорабатываю, я смотрю, что она для меня, о чём бы я хотел рассказать и кому бы я мог это рассказать, ну, и для себя отвечаю на вопрос, зачем бы я стал это делать, зачем мне так важно об этом говорить. И вот, пожалуйста, то есть вот вся эта, вся эта зимняя сказка, например, вырисовывается вот в такую, да там, не сложившись отношения с любимой или любимым для женщин, тоже можно это всё развернуть спокойно в обратную сторону, да, ну, как бы, да, это было прекрасно, ну, ты знаешь, зима-то прошла, но ощущения всё равно остались прекрасные, поэтому вот, да, то есть можно предложить людям такой посыл, что любовь это самоценность сама по себе и, несмотря даже на то, что вот так бывает, любить друг друга. Ну, вот, например, как вам такой заходим? Это интересно. Ну, а другое дело, что, а если вдруг ты ничего в песне не видишь, такое просто ощущение, что это просто красивый пейзаж описывается, ты всё равно считаешь, что можно подумать что-то, чего ты изначально не увиделось, чтобы просто усилить на 99 процентов для всего можно придумать вот такое вот объяснение. Знаешь, у меня, у меня с этим делом был, ну, это, знаешь, такой метод, который у тебя постоянно, ты что-то какие-то такие новые штуки набираешь, в какой-то момент у тебя, давай, как удар такой случается, как Туанчара называется, тихий взрыв, вот, и до тебя вдруг что-то очередное доходит. Вот, я помню, что первый такой приход случился с, в чём это было на Восковском конкурсе, когда я пел Труханов, он всегда расстается с тобой дружок, вот, там вот ещё наложился, я тогда разводился с первой женой, там всё это было на таком огне, я ещё не знал, что это, ну, кажется, этот метод хорош, но его не нужно путать с реальной жизнью, вот, то есть, понятно, что ты черпаешь материал из себя, ты берёшь то, что есть внутри тебя, ты, ну, больше не откуда это взять, да, но, есть разница между, всё-таки между реальной жизнью сцены, хотя они в определённой степени пересекаются, но нельзя одно подменять другим, вот, и вот, нам это на словах было, конечно, сказано несколько раз, и Юлевович нам отговорил, Серёжа Рубашкой ты говорил, ну, это пока дойдёт до себя, вот, и, конечно, я пел эту песню Труханова, мы всегда расстаёмся с тобой дружок, и, конечно, я там тащил ту тему, значит, ах, проклятая бывшая жена, ну, и вали нахрен отсюда, вот, и дальше вот я говорю, я очень хорошо помню этот момент, я сажусь, причём на сцену сажусь этой песней, я всегда жутко нервничаю перед выступлением, поэтому я попытался изо всех сил себя, как вот, Серёжа, значит, говорил, что, когда ты нервничаешь, ты эти нервы берёшь с собой в материалы, и от этих нервов нельзя отпихнуться, да, ну, скажем, когда вот, сейчас чуть-чуть в сторону, на примере этой песни, да, вот, выходишь, у тебя мандраж перед людьми, а ты выберёшь себе в историю, конечно, мандраж, естественно, у меня в таких вещах тяжело разговаривать, поэтому, ну, конечно, я нервничаю, вот, и этот страх становится частью твоей истории, вот, в определённой, в большой даже степени отработать, ну, вот, короче, я попытался, с этой, да, всегда расстанём с тобой дружок, проделать такую историю, начал её, значит, петь, и вдруг у меня, прямо как это сам молотком по башке стукнуло, я думаю, да господи, это же вообще не про неё, это вообще не про то, и у меня там родилась прямо на ходу, я даже сейчас уже не вспомню, это совершенно другая история, и почему я помню это ощущение, я её пою, а из меня лезет что-то совершенно другое, ну, какая-то история получается, я чувствую, жопой чувствую, что она складывается, не понимаю, как и что, но унесло совершенно во что-то другое, вот, и получилось, и вроде даже прозвучало, вот, я потом с этим пришёл к Серёжи, и говорю, Серёж, вот такая фигня приключилась, вся наша история не работает, как другая работает, он говорит, ну, поздравляю с первой ступенькой, то есть вот такие штуки, на самом деле, можно, у меня это произошло спонтанно, но вообще говоря, их можно рождать прямо на ходу, то, там, вот, песню взял, Бурлемень там, знаешь, давно не пел, да, взял её петь, и вот вдруг вот так, какая-то такая история родилась, вот этот метод, при определённом опыте работы с ним, позволяет вообще вот это всё рождать на ходу, вот, поэтому, видишь, что уж говорить о том, чтобы это, сесть проработать, конечно, это в любом тексте может найти какую-то для себя важную историю, ну, практически в любом тексте, на моей памяти, может, одна или две песни было, где вот, ну, вообще ничего не, Серёжа даже не смог откопать, и то, я думаю, что если хорошо подумать, можно было бы как-то. А что за песни? А? Что за песни, где ничего не откопали? Ой, я не вспомню, это было очень давно, одну из них пел Лео, а другую, а другая, кстати, тоже я принёс Трухановская, «Окликни меня у Никитских ворот», и Серёжа там говорит, тоже я не знаю, что здесь делать, она какая-то, антипа наехали в Москву, антипа наехали в Нерезиновую, вот, но я сейчас, сет песни сам разобрался, а вот что там было у Лео, какая песня, я совершенно вспомнить не могу. Вот. Но при этом, совершенно фантастические тексты, где мне казалось, что вообще ни хрена сделать нельзя, Серёжа китрялся вырвать какую-то историю. Вот. Со временем я тоже научился, понял, как это, ну, как, это всё проходит через тебя, через какие-то твои там переживания, твой жизненный опыт, и ты начинаешь как-то вот их видеть. Ну, ты же песни выбираешь, в общем-то, не просто так. Вот, значит, они для тебя что-то. А если они для тебя что-то, то, скорее всего, ты можешь найти что-то, вот такую вот, какую-то историю из себя выкопать, из глубины, которую действительно можно рассказать, о которой хочется рассказать, и вот именно не в прямую, а используя песню. Ну, собственно, для чём это и дело. Кстати, отличный метод самопсихотерапии. Вот. Я так думаю, что если бы поглубже копнуть в арт-терапию, ну, я от психологии давно отошёл, вот, мне кажется, что вот в этом как раз, в частности, есть хорошая часть арт-терапии, если так подумать. И что там говорить, этот метод основан на учении Станиславского, работа актёров над собой. И когда я читал эту книжку Станиславского, это было как раз в мои, прям, пост-интезуцкие времена, так у меня было полное ощущение, что я читаю учебник по психологии. Ну, так что, все эти актёрские штуки, ну, в общем-то, с материалом-то одним и тем же работаем. Вот. Ну, вот так. Спасибо. Вот. Ну, я думаю, что всё. Больше я сегодня вряд ли что-то осилю сделал. А что мы хотели в следующий раз пройти, я просил запомнить и напомнить, потому что я забуду, и вот я так и забыл. По-моему, это был какой-то Луферов, вот, но какой... Сейчас надо вспомнить. Я вот помню, помню, уже какой-то Луферов, который ты говорил, что ты точно знаешь. А-а-а, сейчас. Пусть за то, что скажу, не сносить головы, по-моему, да? Нет, Песня на два голоса, вот я вспомнил. Песня на два голоса. Ладно, окей, мне её надо немножко вспомнить. Правда же, что ты её знаешь? Чтоб про неё было ничего. Дрогнув всем сердцем, он голос её услыхал. Это? Нет, по-моему, и что ты там петь на два голоса. А, ну да, а, всё, всё, всё. Так это, о которой я говорил, пусть за то, что скажу не сносить головы. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Да, отлично, всё супер, значит, мы её и будем проходить. Ну, а ещё, по ходу сегодняшнего, был помен Донской монастырь, который тоже, конечно, поставит интерес. Я не знаю, может, человек, правда, уже везде разобран, но, если вдруг нет, то, кажется, что... А-а-а, может... Вообще, в Гладицке есть какие-то песни с нетривиальным аккомпанементом, по-моему, там, типа, кладбище Сан-Дженевьев, там, и ещё Донской монастырь. Есть. Да, Донской монастырь, это самое... Хочется мэтров, да. Что-что? Поддерживаю идею Михаила, очень хочется вот мэтров. Ну, мне, как человеку, не столь профессиональному, как все присутствующие. Вот хочется чего-то такого. Слушайте, ну, а давайте тогда, может, Луферова поднимем, разберём Донской монастырь в следующий раз. Нам его как раз на одно занятие-то и хватит. Как? Ну, мне обе нравятся, я кабин готов, никаких возражений не нет. Ну, давайте так и сделаем. Тем более, Донской монастырь, там есть одна фишка, которая многим тяжело даётся, и мне в том числе, поэтому я там придумал обходной манёвр. Вот я его и тоже покажу. Причём звучит совершенно адекватно, а играется легче. Хорошо, ну вот, тогда... А скинешь тогда ссылочку на релевантные аккорды, чтобы всё-таки подготовиться? Ну, если вдруг они не стандартные. И... А её, по-моему, даже в ЦАПе разбирали. Да? Да, по-моему, в ЦАПе было... Ты, видимо, изменял. Ну, мы на неё... Да, по-моему, в ЦАПе был разбор, я найду, ну, я соберу, как всегда, материал для следующего занятия, я её найду в каком-то виде. Вот. И выставлю. Ну, и мы, как всегда, на неё будем смотреть с точки зрения акцентов. Вот. Если её окажется мало на одно занятие, такое может быть, она не очень сложная, то можем тогда продолжить по городинскому и, скажем это... «Деверь подруге, а верь в вино не ждёт женщин добра». Там такие... Ой, там очень очень. Да. «Моряк покрепче вижу узлы». Да. Там вот есть такие элементы с подтяжками, очень прикольные. Вот. Вот ради этого приёма... Ой, наверное, так. Наверное, мы попробуем за один раз аж две песни пройти. Я думаю, как раз... Будет нам достаточно. А вот я не знаю. Вот «Император» играет на сквитке. Там сложная компания? Да там... Нет, это вообще. Что там играть? Все простое. Да. Вот, кстати, знаешь, вот с этой песней можешь поработать сам и попробовать туда вставить то, что вот мы уже за все это время накопили. Вот, кстати, будет очень хорошая работа. Давай, посмотри, если дальше... Разбирать её смысла нет. Делать из неё изгаляться смысла нет, потому что городинские почти весь одинаковые, за исключением вот этих вот, которых вы вспомнили. Это там, острова в океане какие-нибудь ещё. Вот. Именно так. Где-то он салитар. Там, там... Например, «Тени Тундры». Их можно как-то разнообразить? Чем вот, ну... Ну, да. Мне ничего не хватает показе относительно того, что он делал бы. Ну, да, в принципе... Он это «Кострамин»? Ну, да. Да. Смотри, «Кострамин» там играет, у неё проход по басам есть. Собственно, больше он там ничего не делает. Вот. Проход по басам несложный. Это была одна из первых вещей, кстати, которые я вообще в своей жизни подобрал, когда он начал на гитаре учиться. Причём я долго не могу спросить, как это делается. И помнишь, мне это в полутрёбе посинилось, как это надо делать. И оказалось всё правильно, как на утро подходил. Спасили в гитару. И... Я понятно так помню. Вот. Юль, а тебе тоже на самостоятельную работу. Попробуй выделить там голосовые ноты. Найти, что можно выделить в голосах на слабые доли. Тут, ту-ду-ту-ту-ту-ту. Да, она говорится раз, тада, тада, тада. Вот на эти... Тада, вот на эти. По слабой доле. Попробуй там не просто брать щипки, а попробуй на первую вот эту коротенькую брать щипок там по первой струне, на вторую по второй. Вторая, третья. Третья, первая. Первая, вторая. Первая, третья. Вот такой комбинации. Попробуй прямо, даже не ходя далеко от аккордов. Попробуй, посмотри, что получится. Спасибо. Попробую. Да. Для начала, знаешь, попробуй последнюю долю в такте использовать как вот такую вот для акцентов. Посмотри, может быть, тебе для начала этого хватит. Вот. Ну вот. Всё тогда. Видео я выложу. И выложу вместе с этим и Городницкого. То, что мы в следующий раз будем проходить. Ага. Спасибо. Вот. Пожалуйста. Всё. Давайте тогда. Счастливо. Пока. Удачи вашему семейству. А, спасибо. На следующей неделе ты уже в новом статусе, видимо. Ну, вероятнее всего, что да. Сколько можно ждать-то? Да. В новом. Я уже буду это дважды новый статус. Дважды, да. Ну, дважды это не единство. Да. Дважды отец Советского Союза. Точно. Да. Так что, Таня, удачи. Всё будет хорошо. Таня, ты что? Это мои первые. Ой. Это ты кому рассказываешь? Тут две женщины сидят. Такая, во-первых, я далеко от вас. Во-вторых, минутка вечернего шовинизма. Продолжается. Вот не зря ты завис. Ладненько. Всё. Давайте. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok